Добрый день дорогие телезрители в студии Алексей Ковтун и Оксана Качкарова. Это программа Карачава Черкесия онлайн. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 8 800 775 03 24. Звоните, задавайте вопрос нашему гостю, но об этом чуть-чуть попозже. Сегодня у нас есть сюрприз для телезрителей, которые нам дозвонятся. Для телезрителей, которые дозвонятся, помимо того, что адресуют вопрос нашему гостю и ответят на наш вопрос, мы приготовили билеты исполнительницы Америны, которая совершенно скоро отметит свой юбилей. Но более подробно чуть позже. А сейчас я бы хотела рассказать о том, что сегодня 18 апреля мы отмечаем Международный день памятников и исторических мест. И сегодня у нас в гостях начальник управления Карачаева Черкесской Республики по сохранению и использованию популяризации и государственной охране объектов культурного наследия Умар Клычкиревич Беслинеев. Добрый день, Умар Клычкиревич. Добрый день. Здравствуйте. С праздником, кстати, у вас профессиональным, да? Спасибо большое за поздравления. Алексей, открою секрет. Сегодня с утра мы уже со съемочной группой были в управлении. И несмотря на свой профессиональный праздник, у них полным ходом шел рабочий день. Да. И давайте, дорогие телезрители, чтобы вы вникли в нюансы работы управления перед беседой с Умаром Клычкиревичем, ознакомимся с их работой и посмотрим сюжет. Управление Карачаева Черкесской Республики по сохранению и использованию популяризации и государственной охране объектов культурного наследия было создано в 2008 году. В единый государственный реестр объектов культурного наследия, памятников истории и культуры народов Российской Федерации занесен 221 объект федерального значения и 182 регионального, находящихся на территории нашей республики. Вместе с тем на территории Карачаева Черкесии выявлено 1050 объектов археологического наследия и 163 памятника культуры. Сотрудники Управления Карачаева Черкесской Республики по сохранению и использованию популяризации и государственной охране объектов культурного наследия работают над сохранением историко-культурного наследия в современных условиях. Хочу отметить, что с момента создания нашего управления и по сегодняшний день проделана очень большая работа, потому что вообще по сохранению культурного наследия у нас вообще в стране в 90-е годы было положение очень плохое. С тех пор уже столько всего сделано, что поставлено на очень высокий уровень все, благодаря пристальному вниманию руководства нашей страны и главы региона в последнее время. Очень часто говорят об охране культурного наследия, об охране археологического наследия в частности. Очень много сейчас у нас в республике проводятся всякие строительные работы по хозяйственному освоению земель. И мы в частности получаем поручение сверху, чтобы смотрели пристально, чтобы никакие объекты не разрушались в плане курганов, погребений и так далее. Итак, 8 800 775 03 24. Мы работаем в прямом эфире и в ближайшие 50 минут мы будем говорить о сохранении историко-культурного наследия Карачаева-Черкесии. Итак, первый вопрос гостю. Ну, давайте договоримся о терминах. Культурное наследие – понятие широкое, многоплановое, сюда и духовную культуру можно отнести, и материальную. Для вас, как для начальника управления, что такое культурное наследие, с чем вы работаете? Пожалуйста. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, в этом году исполняется 10 лет со дня создания Государственного органа охраны объектов культурного наследия. Управление является контрольно-надзорным и разрешительным органом по соблюдению законодательства в области сохранения и использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. Я хочу сказать, что за эти 10 лет мы изменили несколько структур. К сожалению, исходя из оптимизации органов исполнительной власти, нам пришлось сократить отдел сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, сократить также отдел правового обеспечения. Но вместе с тем я хочу сказать, что в этом году мы в целях усиления контрольно-надзорных функций добавили к нашему штатному расписанию главного государственного инспектора и консультанта по переданным полномочиям Российской Федерации по объектам культурного наследия федерального значения. Поэтому у нас сегодня двойной праздник, это Всемирный день памятников исторических мест и юбилей со дня создания нашего государственного органа. В связи с этим я хочу сердечно поздравить всех работников государственных органов охраны объектов культурного наследия, пожелать им крепкого здоровья, счастья, благополучия, плодотворной деятельности в деле сохранения объектов культурного наследия. С утра мы уже получили поздравления от наших коллег по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам. Настроение у всех рабочее. Я вот хочу сказать, что несмотря на праздничный день, наши работники сегодня выехали по осуществлению контрольно-надзорной деятельности в Рубский район, будут проверять органы местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления. Так что у нас сегодня действительно рабочий день. И вот если говорить о культурном наследии, да, действительно это очень сложный и важный вопрос, которому в Российской Федерации уделяется очень и очень большое внимание. Для нас, как работников государственного органа охраны объектов культурного наследия, это работа по приведению всех наших вот этих норм в соответствии с действующим законодательством. Тут у нас работа действительно особая. Речь идет о том, что мы являемся контрольно-надзорным и разрешительным органом. И мы в первую очередь обязаны следить за соблюдением федерального закона. Я позже буду рассказывать о том, что есть определенные полномочия. Это связано с тем, чтобы каждый объект культурного наследия имел паспорт, учетную карточку, чтобы было охранное обязательство, чтобы у объекта культурного наследия был собственник, который непосредственно несет ответственность за сохранение, использование и государственную охрану объектов культурного наследия. То есть учет и контроль в первую очередь. Я хочу сразу сказать, что мы не являемся ни собственником, ни пользователем объектов культурного наследия. Объекты культурного наследия подразделяются по категориям на федеральное, региональное, местное, муниципальное. И поэтому в соответствии с этим мы осуществляем государственный контроль. В структуре управления у нас два государственных инспектора. Один осуществляет государственный контроль по объектам федерального значения, и второй по объектам регионального, местного, муниципального значения. Поэтому если мы будем говорить о культурном наследии, то это прежде всего мы прекрасно понимаем, что это история развития и становления народа в Российской Федерации. И главной задачей государственного органа охраны объектов культурного наследия является их сохранение для будущих поколений. Насколько это возможно в идеальном состоянии? Насколько это возможно, мы об этом сегодня будем говорить. Есть вопросы, которые, к сожалению, связаны с финансированием этих мероприятий. И в связи с этим некоторые вопросы решаются недостаточно последовательно, недостаточно быстро и так далее. Мы об этом, я думаю, мы переговорим сегодня с вами. Итак, наш телефон 8 800 775 03 24. Напоминаю, среди наших дозвонившихся мы будем разыгрывать билеты на юбилейный концерт певицы Америны. Поэтому звоните, задавайте вопросы, отвечайте на наши, получайте билеты, наслаждайтесь концертом. Но это чуть позже. А сейчас, Марк Юрьевич, вот вопрос. Вы упомянули, что есть три категории. А как они разделяются? То есть технологически существует какая-то комиссия. Кто разделяет, которые федеральные, которые регионального значения? Существует определенный порядок внесения объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации. Значит, для определения, вот для внесения объектов культурного наследия в обязательном порядке нужно провести государственную историку культурную экспертизу. Эксперт определяет ценность объекта культурного наследия, это культурная ценность, определяет категорию и определяет вид памятника. Поэтому, когда мы будем вести разговор о внесении объектов в единый государственный реестр Российской Федерации, значит, мы готовим определенный перечень документов в соответствии с федеральным законом. Все эти документы мы предоставляем государственному эксперту. Эксперты утверждаются Министерством культуры Российской Федерации и так далее. То есть Москве, да? Москвы, это очень ценные работники, это знающие свое дело. И поэтому, когда мы говорим о категории, ну в первую очередь исходят из значимости, исходят из культурной ценности объектов для народов Российской Федерации. Значит, я еще вот хочу сказать, что из объектов федерального значения формируется список особо ценных объектов культурного наследия Российской Федерации. Я вот хочу для информации сказать о том, что вот в списке всемирного наследия ЮНЕСКО значатся 28 объектов Российской Федерации. В том числе 17 объектов у нас по культурным категориям и 11 по природным. В их числе цитадель, старый город и крепостное сооружение Тербента. Это единственный объект культурного наследия в Северо-Кавказском Федеральном округе, который значится в списке ЮНЕСКО. Я хочу вот еще раз напомнить нашим телезрителям о том, что еще 22 января 2015 года было поручение президента Российской Федерации за номером ПР-93 о внесении предложений для включения в этот список. От имени правительства Карачаева Черкесской Республики мы подготовили письмо в Министерство культуры Российской Федерации для рассмотрения вопроса по отнестению объектов Нижнеархистского историко-архитектурного и археологического комплекса Седьмого-четырнадцатого веков, Шианинского храма X века и Сентинского историко-археологического комплекса Седьмого-четырнадцатого веков к числу особо ценных объектов культурного наследия Российской Федерации в целях их представления в список всемирного наследия. Данный вопрос был рассмотрен на специальной комиссии Министерства культуры Российской Федерации и они подтвердили целесообразность включения этих объектов в список всемирного наследия и при этом, конечно, дали соответствующие поручения по подготовке необходимых документов для внесения этих объектов в список всемирного наследия. И, кроме того, они рекомендовали правительству Карачаева-Черкесии, нашему органу о целесообразности включения в этот список и Хумаринского городища VIII-X веков. Значит, по этому вопросу мы занимались непосредственно и с Министерством культуры Российской Федерации, с Институтом истории и материальной культуры Санкт-Петербурга, с научно-исследовательским институтом Новый мир. И вот позапрошлом году они начали подготовительную работу. Речь идет о том, что они в первую очередь нам нужно определить границы территории вышеуказанных объектов, определить предмет охраны, что мы должны охранять, что ценное вот в этих аланских древнехристианских храмах X века. И там речь идет и по объектной расшифровке объектов, и о подтверждении проектов зоны охраны и так далее. Это чисто технические вопросы, которые связаны с дальнейшей работой наших реставраторов, наших строителей. Это базовая основа. Поэтому мы вот этим вопросом занимаемся и думаем, что при поддержке правительства в будущем вот эти особо значимые объекты попадут в список всемирного наследия. Но это вопрос очень долгий. Долгий, да. Специалисты ЮНЕСКО подходят, скажем так, более чем вдумчиво. Я был свидетелем на Северо-Западе России, как они включали Ферапонтов монастырь, если не ошибаюсь. Долго работали, долго и документы требовали, и приезжали. В общем, но на самом деле работа нужна, и уверена, она увенчается успехом. Марк Лачкиревич, а сколько памятников и объектов культурного наследия регионального и федерального значения зарегистрировано на территории нашей республики? Значит, вопрос очень серьезный. Да, было поручение президента Российской Федерации о необходимости внесения объектов культурного наследия в Единый Государственный Реестр Народов Российской Федерации. И при этом были конкретные указания, для внесения этого объекта нужны были нормативно-правовые документы. Без этого Министерство культуры Российской Федерации не вносит объекты в реестр. То есть опять же учет. Опять учет и контроль. Вот на сегодняшний день в Едином Государственном Реестре объектов культурного наследия Российской Федерации зарегистрированы 413 объектов культурного наследия. В том числе по категориям у нас 231 объект федерального значения и 182 объекта регионального значения. Объектов местного муниципального значения у нас в реестре нет. Кроме того, я хочу сказать, что есть у нас перечень выявленных объектов культурного наследия. Так вот на сегодняшний день в этот перечень внесены 75 ансамблей. Это у нас в основном объекты археологического наследия. Это и городище, и селище, и поселения, это и группы курганов. В составе 1085 объектов археологии. И 163 объекта истории и культуры. Что мы вас перебиваем, вернемся позже к разговору. Мне подсказывают режиссеры, что у нас звонок. Алло, говорите, добрый день, вы в эфире. А, добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Светлана Иванова, я звоню вам из города Ставрополя. Очень приятно. Что вы хотели бы спросить? У вас очень актуальная тема в нас. Хотела бы задать вопрос у Марка Личкеревича. Пожалуйста. Так, пожалуйста, я вас слушаю. Сталкивается ли ваше ведомство с актами вандализма по отношению к культурам памятников КЧР? И наводящиеся к этому вопросу? Как вы боретесь с безобразием? Спасибо большое за вопрос, за ваше неравнодушие. Спасибо большое. Вопрос действительно очень трудный, сложный. И эти факты, к сожалению, имеют место и в Карачаево-Черкесской республике. Я вот хочу сказать, что вот недавно было сообщение в средствах массовой информации в интернете о том, что на территории Карачаево-Черкесской республики, в Зеленчукском районе, в станице Старожевой были задержаны три человека, которые занимались незаконной деятельностью. По счастью, задержаны. Значит, они были задержаны благодаря силам Федеральной службы безопасности, прокуратуры Зеленчукского района. И мы по этому вопросу занимались очень долго. Значит, проводили всякие экспертизы, доказывали, что эти объекты действительно являются объектами археологического наследия и имеют определенную ценность для науки и культуры Народовой Российской Федерации. И мы надеемся, что все-таки эти вопросы будут доведены до суда, и вот эти нарушители будут наказаны самым-самым строгим образом. Поэтому есть такие факты, к сожалению. Есть. Но борются с ними то, что называется специальные обученные органы? Это их прерогатива как раз. Значит, мы как специалисты Государственного органа охраны объектов культурного наследия принимаем участие в проведении всевозможных экспертиз, проведении исследований, определении культурной ценности и так далее. Мы все эти работы проводим совместно с правоохранительными органами. И федеральный закон действительно требует от нас именно такого решения. Хорошо. Марк Юрьевич, давайте вот такой вопрос. Ну, ни для кого не секрет, что антропогенное воздействие на памятники истории – это страшное дело. Человек может разрушить все, что угодно, если будет действовать неразумно. Вот хотелось бы вас спросить, на территории Карачаева-Черкесии, как вам кажется, какая группа людей больший вред наносит памятникам исторического наследия? Вот эти черные копатели? Или туристы, которые там по недоразумению где-то могут даже на памятнике написать «здесь был Вася» и так далее? Или лица, скажем так, должностные по халатности или еще где-то там, допустив какие-то… Кто опаснее может оказаться? Как вам кажется? Ну, это общее, наверное, будет мнение, что основной ущерб объектам культурного наследия, в том числе объектам археологического наследия, наносят черные копатели. Они целенаправленно работают? Они работают целенаправленно. К сожалению, у них есть все необходимые материалы. Они пользуются космосъемкой. У них есть серьезное оборудование по поиску этих артефактов. И поэтому вот последнее, вот то, что я говорил, то, что выявили в Зеленчукском районе, вот практика показывает, что эти ребята занимались этим делом давно, на профессиональной основе. И, конечно, они нанесли очень серьезный урон объектам археологического наследия на территории Карачаева-Черкесской республики. Поэтому то, что касается неорганизованных туристов, или вот я вот буду останавливаться о том, что если вот взять наши объекты культурного наследия федерального значения, то это в основном у нас объекты археологического наследия, понимаете? Вот я говорю о том, что из 230 от того объекта федерального значения по видам у нас есть вот такая классификация объектов культурного наследия. Памятники истории — это только три объекта, памятники градостроительства, архитектуры — восемь, памятник искусства у нас один, и основная масса — 219 объектов — это объекты археологического наследия. Тут мы ведем учет без учета по объектной расшифровки наших объектов. Мы об этом уже будем говорить, что вот в составе вот древнехристианских алландских храмов, вот мы обычно называем нижнеархейский комплекс в составе северного, южного и среднего, шаанинский храм, синтинский храм, вот в составе этих трех-пяти объектов находятся 48 объектов именно градостроительства, архитектуры и так далее. Поэтому вот задача нашего органа, еще я об этом говорил, провести все необходимые археологические исследования, установить границы, сделать пообъектную расшифровку, границы и так далее, и так далее. Это сложные, трудные вопросы, над которыми мы сегодня работаем. А вот если говорить об объектах регионального значения, то это в основном у нас памятники истории. Это те памятники, которые функционируют на территории органов местного самоуправления, это памятники павшим воинам, захоронения, обелиски и так далее. То это в основном, да, это памятники истории. И финансирование всех этих мероприятий, связанных с сохранением, популяризацией государственной охраной, ложится на органы местного самоуправления. И они должны в соответствии с буквой законы исполнять свои обязательства. Исполнять, да. А вот контролировать, насколько они их выполняют, это опять же тоже задача, и непростая, наверное, всегда. Потому что 182 региональных памятника, хозяйство большое, за один день все не объедешь, приходится как-то по графику, наверное, работать. Ну, мы об этом будем говорить. Вот есть у нас вопросы, связанные с контрольно-надзорной деятельностью, разрешительной системой. В принципе, эти вопросы находятся на контроле. Буквально вот за 2017 год мы провели 64 мероприятия по контролю за сохранением объектов культурного наследия. Это и фотофиксация, это и определение технического состояния объектов. Провели 11 плановых выездных проверок соблюдения законодательства Российской Федерации органами местного самоуправления и должностными лицами органов местного самоуправления. И на предстоящий год у нас есть тоже контрольные цифры, которые, кстати, они утверждены и в прокуратуре Карачаево-Черкесской республики. Мы запланировали 69 мероприятий по контролю за сохранением объектов культурного наследия. И у нас 5 выездных плановых проверок органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления. Кроме того, есть еще у нас внеплановые контрольные проверки. Это по предписаниям прокуратуры, по предписаниям правоохранительных органов, по обращениям граждан к Карачаево-Черкесии. Поэтому это тоже есть определенная статистика. Спасибо вам. А сейчас, коли мы заговорили о памятниках, у нас есть сюжет. И перед этим давай напомним нашим телезрителям о нашей прямой линии и о том, что мы сегодня разыгрываем билеты певицы Амирины. 8 800 775 03 24 – это номер нашей горячей линии. А сейчас прервемся на сюжет. Это не фото на память сотрудники Управления Карачаева-Черкесской республики по сохранению и использованию популяризации и государственной охране объектов культурного наследия. Фотографируют памятники, находящиеся в каждом районе, чтобы впоследствии сделать отчет о техническом состоянии таких объектов. Мы, естественно, предоставим отчет правительства Карачаева-Черкесии о том, что эти памятники, находящиеся здесь, на Арховском ущелье, находятся в длительном и хорошем состоянии. Памятники, обелиски, мемориалы и братские могилы. Для всего в Карачаево-Черкесии зарегистрированы 226 объектов федерального значения и 183 регионального значения. Сотрудники Управления должны проводить мониторинги состояния памятников Карачаева-Черкесии раз в пять лет, но, по их словам, они выезжают намного чаще. Раз мы уже проводим мониторинг по территории республики, то, соответственно, мы видим, где памятники более ухоженные, благоустроенные, а в некоторых местах они находятся в не совсем хорошем состоянии. Естественно, это столица нашей республики, это город Черкесск. Там уже, хочешь не хочешь, там проводятся такие мероприятия, где памятники находятся в соответствующем состоянии. Также я могу отметить и Ужгутинский район, город Ужгута, где памятники тоже находятся в соответствующем состоянии. В каждом населенном пункте Карачаева-Черкесии находятся памятники павшим воинам в годы Великой Отечественной войны. По словам начальника управления Карачаева-Черкесской республики по сохранению объектов культурного наследия, состояние этих объектов на сегодняшний день можно считать удовлетворительным. То, что касается памятников павшим воинам, то, что касается наших воинских захоронений, они всегда находятся в нормальном, хорошем состоянии. Это и проведение ремонтно-реставрационных работ, это не текущие ремонтные работы, это благоустройство, санитарная очистка, озеленение. Эти вопросы находятся на контроле. Кстати, оказывается, реставрация памятников должна пройти только при разрешении контрольно-надзорного управления. Внесение каких-либо изменений в такие объекты без разрешения карается штрафом. Анета Дышекова, Руслан Харченко, Станислав Сушков, Архейс 24. Это программа «Карачаево-Черкесия онлайн». Мы работаем в прямом эфире. Сегодня 18 апреля, Международный день памятников и исторических мест. Девизом этого дня, который ежегодно отмечается в мире, являются слова «Сохраним нашу историческую родину». Умар Клычкиревич, я бы хотела задать вот какой вопрос. Каковы, на Ваш взгляд, самые большие достижения в сфере охраны памятников и реставрации за последнее время? Ну, я прежде хотел ответить, сказать о том, что на территории Карачаева-Черкесской республики у нас более 30 тысяч объектов археологического наследия. Мы в первую очередь пользуемся научной литературой Алексеевой, Кузнецова, Минаевой, Мизиева, Беджиева. И поэтому, несмотря на то, что я говорил о том, что за короткое время мы в список выявленных объектов культурного наследия внесли 1085 объектов, объектов культурного наследия очень много. Вот буквально мы недавно проводили археологические исследования на территории хозяйственного освоения туристко-рекреационного комплекса «Архиз». Это у нас «Романтик», «Лунная поляна», «Дука», «Верхний Дука». Это известный туристический комплекс, который на сегодняшний день строится хорошими такими темпами. При проведении предварительных археологических исследований мы, не мы, а археологи, это в частности Институт археологии Санкт-Петербурга, выявил более 500 объектов археологического наследия. Я это к тому, что у нас очень-очень много территорий, которые нужно обследовать и вносить эти объекты в единый государственный реестр. Вспоминая классику, сколько там открытий чудных еще. Вот сложилась такая практика, к сожалению, что при распределении субвенций из федерального бюджета почему-то не учитываются объекты археологического наследия. Я говорил о том, что у нас в составе объектов федерального значения 219 – это без пообъектной расшифровки объектов археологического наследия. На это количество почему-то нам не дают никаких финансовых средств. Хотя федеральный закон предусматривает, что нужно устанавливать границы, надо устанавливать информационные знаки обозначения, надо определить проекционы, объектную расшифровку и так далее. Вопросов много. Это большая работа в поле. И сегодня идут разговоры о том, что эту практику нужно менять. А у нас звонок, мы прервемся. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Алло, добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Девушка, меня зовут. И у меня к вам вот такой вот вопрос. У меня двое малышей, и мне бы, вот как маме, очень хотелось, чтобы мои детки знали историю своей республики, все наши достопримечательности. Все, у нас столько много всего интересного. И вот хотелось бы у вас уточнить, организуется ли у нас в Карачаево-Ческесе какие-либо экскурсии для школьников? И вообще, вот уточнить, какая работа проводится в этом направлении? Пока не переключайтесь, мы позже зададим вам один вопрос, правильно ответив на который вы сможете получить билет. Попасть на концерт Амирины. А сейчас, ну, по поводу экскурсий, ну, это может быть скорее к музейным работникам, но наверняка в курсе. Ну, в принципе, да, вопрос очень актуальный. Наряду из государственной охраны мы должны заниматься и вопросами популяризации объектов культурного наследия. Ну, в данном случае, наверное, речь идет о том, что если применительно к нашему государственному управлению, к органу, то это, наверное, издание каких-то буклетов, издание каких-то справочно-информационных материалов. Этим вопросом мы сейчас будем заниматься очень усиленно. Я вот дальше хотел остановиться о том, что в соответствии с указом главы Карачаева-Черкесской республики создано республиканское бюджетное учреждение «Аланский древнехристианский центр на Северном Кавказе». И вот глава Карачаева-Черкесской республики дал конкретное задание всем профильным министерствам, ну, в частности, речь идет и о Министерстве строительства, и жилищно-коммунального хозяйства, и Министерстве имущественных и земельных отношений, Министерство культуры, нашему управлению. Ну, самое главное, самое важное здесь, это Министерство по туризму, курортам и молодежной политике Карачаева-Черкесской республики, определено, что вот этот центр непосредственно будет работать под руководством этого министерства. И сегодня уже есть определенные планы, есть определенные намерения о том, чтобы не только привести эти объекты культурного наследия в порядок, построить дороги, пешеходные там какие-то элементы, но и о том, чтобы издать информационно-аналитические материалы по объектам культурного наследия. Давайте прервемся и вернемся к нашей телезрительнице. Вы будете участвовать в нашей викторине? Несложные вопросы. Да. Я пока напомню, что мы разыгрываем билеты на юбилейный концерт певицы Амирины, автора таких хитов, как Колымка, Занова, Звездочка. Вместе с тем гостями вечера выступят Магомед Зыбов, Мурат Хагалегов и Айдамир Ильдаров. Давай задержим вопрос. Поскольку мы сегодня говорим об исторических памятниках и объектах культурного наследия, вопросы тоже посвящены этой теме. Практически в каждом городе нашей необъятной страны есть мемориал «Вечный огонь». Каким великим событием посвящены эти исторические памятники? Это очень абстрактно, но если вы хотите... Ну, по-моему, несложный вопрос. Совершенно несложный. Вечный огонь в честь чего сооружен в каждом городе нашей страны? Алло, вы на связи? К сожалению... По-моему, у нас оборвалась связь. Но если телезритель дозвонится, он сможет ответить. Если вы дозвонитесь, то вы отвечаете на вопросы и забираете билеты. Марк Ильич Киреевич, а вы продолжайте. Пожалуйста. Значит, я вот хочу продолжить наш разговор о том, что на территории Карачаева-Черкесской Республики памятников, посвященных памяти Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 302 объекта. Если взять по категориям, это два объекта культурного наследия федерального значения, 118 объектов регионального значения и 182 выявленных объектов. Вот захоронение погибших при защите Отечества находится на территориях 35 объектов культурного наследия регионального значения и 23 выявленных объектах культурного наследия. Общее количество объектов культурного наследия, посвященных Великой Отечественной войне и находящихся вне воинских захоронений, составляет 224 объекта культурного наследия. Вот мы сейчас говорили о мемориалах «Вечный огонь». Вот на территории Карачаева-Черкесской Республики у нас 27 мемориалов. Из них 8 мемориалов имеют статус «Вечный огонь» и функционируют постоянно. И 19 мемориалов имеют статус «Огонь памяти» и функционируют в праздничные дни. Вот скоро у нас приближается День Победы, и мы уже практически переговорили со всеми органами местного самоуправления о том, что к 9 мая надо привести все эти памятники павшим воинам в идеальное состояние. Я хочу сказать, что мы всегда находили общий язык с органами местного самоуправления. У нас никогда не было проблем, связанных с проведением ремонтных работ на объектах, благоустройством, содержанием. Я думаю, и в этом году все эти вопросы будут решены самым должным образом. Ответственность муниципалитетов, органов местного самоуправления именно к вопросам содержания воинских сохранений очень серьезная. Поэтому я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто принимает участие в наведении порядка на этих памятниках. Если мы заговорили о работе муниципалитетов, давайте я попробую задать такой вопрос. В каких городах, районах населенных, в каких муниципальных образованиях нашей республики наиболее, может быть, дружественный для исторического наследия климат созданный? Ну, вот усилиями в том числе местных властей. Ну, практически я говорил о том, что все муниципалитеты относятся должным образом. Но другое дело, если говорить о финансировании объектов культурного наследия, к сожалению, финансирование всегда недостаточное. Эти затраты, к сожалению, не учитываются в бюджетах муниципалитетов. Но вместе с тем они находят возможность привлекать к этой работе и спонсоров, и меценаторов. Это в основном вне бюджетные источники. А мы режиссеры подсказывают, что наш телезритель вновь дозвонилась до нас. Звучит. И хочется ответить на вопрос. Звучит. 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 Алло, мы слушаем вас. Вы в эфире. Алло, звонок. Хотелось бы все-таки принять участие в вашей книге. Да, вы слышали вопрос или еще раз его озвучили? Вопрос был про вечный огонь, правильно? Да. В честь какого великого исторического... Он с тобой символизирует. Можете? Еще раз, пожалуйста. Я говорю, вопрос был посвящен вечному огню. Да, в честь какого великого исторического события практически в каждом городе нашей необъятной страны установлен этот исторический памятник, мемориал «Вечный огонь». Ну, я думаю, что тут ответ заключается в самом названии «Вечный огонь», скорее всего, символизирует что-то вечное. Так, а если конкретней, в память каких исторических событий, в память каких людей, участвовавших в этих исторических событиях, кого мы вспоминаем, каждый год приходя к вечному огню? Кому мы приносим туда цветы? Связь, связь, связь. Алексей, я думаю, мы поступим так. Во-первых, мне очень неудобно то, что я старшего человека два раза прерывала из-за телефонного звонка. И Умар Клычкиревич сам непроизвольно уже ответил на этот вопрос. Это, естественно, Великая Отечественная война и незабвенная память павших воинов, которые сама отверженно положили жизни за наше светлое будущее. Я думаю, эти билеты мы отдадим Умару Клычкиревичу. Так, можно продолжить, да? А вы ими распорядитесь, да? Умар Клычкиревич, вот вопрос. Есть у нас на территории республики объекты исторического наследия, которые, ну, что называется, требуют немедленного вмешательства в свою судьбу, требуют помощи? Ну, то, что касается объектов федерального значения, я говорил, что их количество у нас небольшое, без учета по объектной расшифровке. Но если вот говорить об этой категории, то на сегодня вызывает особую озабоченность Каменноморская и Старожевая башня. Это объект федерального значения, но надо сказать, что объект действительно требует проведения необходимых ремонтно-реставрационных работ и приведения объектов в надлежащее состояние. То, что касается памятников регионального значения, я уже говорил о том, что практически все они находятся в хорошем состоянии. Это наши памятники павшим воинам, наши обелиски, воинские захоронения. Поэтому больших таких проблем нет. Нет. Фактов утраты или фактов каких-то исчезновения, каких-то памятников по территории Карачаева-Черкесии не наблюдается. Что, безусловно, отрадует? Это действительно нас радует. Мы говорили о том, какие результаты достигло управление и что мы считаем значимым для государственного органа охраны объектов культурного наследия. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что в октябре 2014 года в наш федеральный закон были внесены изменения относительно археологических полевых работ. Сегодня сведения о наличии и отсутствии объектов культурного наследия требуют проведения государственной историко-культурной экспертизы. Это к тому, что очень жесткие требования по отношению к объектам археологического наследия. За прошлый год и первый квартал текущего года на территории Карачаева-Черкесской республики было проведено 14 таких экспертиз. Вначале проводятся археологические полевые работы и обязательно эти акты археологических исследований повторно проходят государственную экспертизу. В случае выявления объектов археологического наследия дополнительно мы требуем, чтобы был раздел по сохранению объектов культурного наследия, который также утверждается экспертом. Эксперт дает согласие, есть ли необходимость проведения тех или иных строительных, милиаративных, хозяйственных работ. В прошлом году я хочу назвать особо значимые объекты. Это газопровод межпоселковый Карачаевск, Новая Тиберда, Нижняя Тиберда, Верхняя Тиберда, Курорт Тиберда. Это объекты северного склона поселка Романтик, ВГРТК Архейс. Это технопарк в Узжугутинском районе, пассажирская подвесная канатная дорога гондольного типа в поселке Архейс. Магистральные сети технического обслуживания и обеспечения дороги, поселок Архейс. Значит, опять технопарк. У нас Красногорская Малая ГЭС-2 Узжугутинского района. Инновационный медицинский кластер в Малокарачаевском районе. Это порядка 530 гектаров обследовали. Обширную работу. Значит, по медицинскому кластеру раздел обеспечения сохранности объектов культурного наследия также прошел государственную историко-культурную экспертизу. И автомобильная дорога к Международному центру отдыха Архейс и специализированной астрофизической обсерватории РАН Академии наук. На сегодня есть у нас договора с археологами о проведении археологических исследований на территории автомобильной дороги А5. Будем обследовать важный Красногорский, Саратюз. Так что, я думаю, что это очень важная и серьезная работа. И мы в этом плане продвигаемся, я думаю, достаточно хорошо. Раньше такого понимания, таких требований не было. И поэтому сегодня мы с удовлетворением можем отметить, что при проведении строительных, хозяйственных, мериативных и иных работ, проведение государственной историко-культурной экспертизы, проведение археологических исследований, становится обязательным для заказчика. Марк Ильич Кирилевич, у нас 5 минут до конца эфира и еще один дозвонившийся зритель, которому дадим слово. Добрый день, представьтесь, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Духра, я из города Черкеска. Очень приятно. Ваш вопрос? Я вот хотела бы задать вопрос, планируется ли установка новых памятников в КЧС. И если планируется, то в честь какого события или, может быть, человека? Спасибо большое за вопрос. Да, действительно, вопросы актуальны. Но то, что мы сегодня планируем, есть предложение от инициативной группы по установке памятника 10 братьям-фронтовикам Байтоковым. Мы вот сегодня определяемся по месту установки этого памятника. И вопрос, наверное, в ближайшее время будет решен. Теперь вот в городе Черкесске, в Центральном парке, в этом году будет открыт памятник павшим воинам именно города Черкеска. А так вот я говорил о том, что на территории Карачаева Черкесии нет такого населенного пункта, где не было памятника павшим воинам в годы Великой Отечественной войны. Поэтому в этом плане у нас, я думаю, поработали очень хорошо, эффективно. И таких больших нареканий по строительству памятников нет. А так, да, планируется строительство памятников. Я хочу вот сообщить нашим телезрителям, что есть указ главы Карачаева Черкесской республики, есть постановление правительства, есть комиссия об увековечении памяти о выдающихся личностях и исторических событиях. Поэтому эти вопросы решаются на республиканском уровне и на уровне муниципалитетов. Вот, наверное, время у нас заканчивается. Две с половиной минуты буквально. Хотел сказать, что Карачаева Черкесия насыщена объектами археологического наследия. И вот в связи с этим, вот в Карачаево Черкесии, в городе Карачаевске намечено проведение 23-29 апреля крупновских чтений. Это международная научная конференция по археологии Северного Кавказа. Тема «Кавказ. Системы культурных связей в Разии в древности и Средневековье». В конференции будут принимать представители Германии, Великобритании, Франции, Абхазии, Грузии, Азербайджан, Южная Осетия, Донецкая народная республика и многие регионы Российской Федерации. Всего заявлено 150 научных докладов. Поэтому, я думаю, событие для Карачаева Черкесии это очень уникальное. Я думаю, мы тоже получим определенный опыт по сохранению объектов культурного наследия. Масштаб форума под стать человеку, именем которым крупновские чтения названы. Замечательный был ученый, изумительный автор. Ну что же, фактически время наше истекло. Огромное вам спасибо, что нашли возможность в свой профессиональный праздник выделить время, прийти к нам в студию. В эфире канал Архиз-24, была программа КЧР-онлайн. И у нас в гостях был начальник управления Карачаева Черкесской Республики по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия. Марк Лычкиревич Беслинеев. Спасибо большое, Марк Лычкиревич. И вам спасибо большое. С вами этот час провели Алексей Ковтун и Оксана Качкарова. Завтра в 15 часов увидимся в это время в этой же студии. Будем говорить о начале весенней кампании. Звоните. Наш телефон 8 800 775 03 24. Записывайте заранее. Звоните, потому что я уверен, не последний раз мы что-то разыгрываем в нашей студии. Запоминайте этот телефон, потому что мы в эфире каждый будний день. Каждый будний день 5 дней в неделю в 15.00 КЧР онлайн. Увидимся завтра.